Сегодня главная задача наведения порядка в делах. Посмотрите, с чего вы начинали, чем все закончилось, какие цели достигнуты, что не получилось и почему. Смело отбрасывайте то, что покажется вам больше ненужным. Замечайте то, что еще может пригодиться. Оцените свои привычки, хороши ли они и нужны ли вам. Вспомните тех, с кем вы общаетесь. Рекомендуется порвать связи с теми, кто лишь использует вас или тянет из вас энергию как вампир. Если ваши любовные отношения не приносят вам радости, сегодня самое время их порвать окончательно. Если в делах кто-то из партнеров или коллег постоянно ставит вам палки в колеса, по возможности прекратите с ними отношения. Однако важно помнить о том, что лучший советчик все-таки голова, а не обиженное сердце. Не принимайте столь важных решений лишь под влиянием эмоций. Если сомневаетесь, оставьте все как есть. В девятый день обычно очень много дел, тем не менее, овралы и сюрпризы вряд ли возможны. Течение дня плавно и размеренно. Не тратьте время зря и решайте проблемы в порядке их поступления. День девятки даст вам много сил, даже в избытке. Поэтому вами может овладеть дух соревнований и стремлений во что бы ни стало превзойти других. Скорее всего в этом соревновании вы одержите победу. Но не забывайте обращать внимание на окружающих. Может быть кому-нибудь из них нужна ваша помощь. Очень хорошо удаются в девятый день поездки, встречи с иностранцами. И вообще решение вопросов, связанных с перемещением, внешними связями, трафиком. За новое дело беритесь только в том случае, если оно представляется вам бесспорным. Иначе только зря потратите силы. Новые знакомства, если они случаются, закладывают почву для долгосрочных отношений, то впечатление, которое сложится о вас именно сегодня, будет очень устойчивым. Сегодня важно постараться отдохнуть и накопить побольше душевных и физических сил для нового цикла. Вы, скорее всего, сможете найти время для творчества. Этот день способствует изучению магии, оккультизма, эзотерических учений и нетрадиционной философии. Он благоприятен и для обучения и преподавательской деятельности. В общем, чем бы вы ни заняли ваш ум, все будет способствовать в конечном счете гармонизации вашего физического и душевного состояния и аккумуляции внутренних сил. Сегодня вы можете себя реализовывать так, как вам этого хочется, не стоит придерживаться каких-либо правил и предписаний. День хорошо подходит для того, чтобы вдоволь посплетничать с подружкой за чашечкой кофе. Не отказывайте себе в этом удовольствии, слушайте интимные признания, давайте добрые советы, секретничайте, но только не разглашайте чужих тайн, даже если они забавны и кажутся анекдотичными. Девятка любит справедливость, поэтому будьте справедливы и терпимы даже к чужим смешным слабостям и недостаткам. Любая забота и любовь, проявленная к окружающим, будет высоко ими оценена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!